Друзья, мы хотим предоставить всем вам прекрасную возможность сделать вклад в добрую почву для того, чтобы благословить служение Открытое Сердце – Open Heart Ministry. Мы, как мудрые сеятели и земледельцы, выбираем плодородную добрую почву для посева семени наших Богом данных финансов в любом размере для того, чтобы исцелялись раненые сердца по всему земному шару. Служение Открытое Сердце подарено нам Богом. Мы верим, что Бог взращивает служение Открытое Сердце – Open Heart Ministry, благословляя его через его людей с открытым и добрым сердцем. В Open Heart Ministry, в служении Открытое Сердце, в женских конференциях, встречи на Zoom-платформе, видеопередачи на YouTube-канале, информация на сайте Ольга Нищенко, Open Heart Ministry, в социальных сетях Instagram и Facebook. Слушают, читают и смотрят в таких странах, как в Украине, России, Польше, Канаде, Прибалтике, Израиле, Германии, Италии, Турции и других странах. Мы часто слышим о призывах сеять наше драгоценное семья, наши финансы и наше время для служения Богу. Служение Открытое Сердце драгоценно в глазах Божьих. Бог заинтересован исцелять раненые сердца через Его избранных людей с открытыми и жертвенными сердцами во имя Его Сына Иисуса Христа. Послание от Марка, 4 главе, говорится так. И сказал, Царствие Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Послание Галатам, 10 глава, звучит так. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Друзья, давайте поддержим руки лидера «Открытое сердце» служения Open Heart. Это служение, открытое сердце, приносит многим утешение, восстановление, поддержку в молитвах через различные видеозаписи наших конференций, наших проектов. Различные свидетельства о том, как Бог проводил через испытания и как Бог выводил, укреплял, утешал, помогал. В тот момент, когда оказалось, нет избавления, нет помощи, и никто не слышит, не видит. Бог спасает от одиночества и избавляет нас от ситуаций, когда люди попадают в депрессию, в горечи, в печали, в потерях близких и родных, в полной потере смысла жизни. Как некогда в исходе, в семнадцатой главе, в двенадцатом стихе, поддерживали руки лидера израильского народа. Записано так, но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он, Моисей, сел на нем. А Роджа и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захожения солнца. И пришла победа для израильского народа. Пришла победа во время войны. Давайте же, друзья, вместе поддержим дружно, с открытым и жертвенным сердцем, добровольно, в постоянстве руки лидера служения «Открытое сердце» Ольги Онищенко и ее команды, которая так искренне, открыто и жертвенно служит раненым сердцам, а особенно женским сердцам. Да благословит вас Господь, и презрит на вас, и помилует вас, и даст вам мир. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»